МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После визита министра транспорта Свердловской области Старкова вероятность ремонта моста по улице Индустриальная Цилковского стала очень велика. Возобновили сейчас подготовительные работы, связанные с изменением маршрутов движения транспорта, возможных объездов, переговоры с предприятиями о смещении графиков. То есть в ближайшее время уже будет точно понятно, приступим ли мы к реализации этого проекта в начале 2021 года. Отчего зависеть будет? Сейчас Министерство транспорта прорабатывает вопрос финансирования, и по заверению министра транспорта Старкова все-таки мост на 99% мы будем ремонтировать уже в следующем году. Когда начнется предположительно? Предположительно, аукционная документация, скорее всего, будет размещена уже в этом году. Есть у нас все для того, чтобы этот конкурс разместить уже в 2020 году. Ну вот о вариантах объезда вы уже говорили. Это, например, какие могут быть. Та же самая улица Индустриальная, например, там железнодорожные пути проходят, и железнодорожники могут свою, скажем так, лепту вносить, останавливать движение там за 10-15 минут до того, как и будут пробки. Это как основная артерия. Конечно, это одна из самых главных проблем, потому что у РЖД все-таки свои регламенты. Если мы говорим объезд с Рудника на Выю, на Красный Камень, там попроще, в Гоговские там дальше переезды, и с ними синхронизировать движение транспорта, особенно металлургическому комбинату, будет попроще, чтобы вывезти, привезти сотрудников на смену. Что касается железной дороги, там посложнее. Но для того, чтобы снять напряжение, металлургический комбинат прорабатывает использование иных проходных, своих уже за пределами индустриальной. Также рассматривали вопрос автодороги, можно ее так называть, проезда через цех переработки шлаков, через минеральную вату. Этот проезд тоже можно поддерживать в достаточно приличном состоянии. В грунте, конечно, но при своевременном гардировании этой дороги она может также быть использована и с выходом на Северное шоссе. Здесь же еще накладывается фактор ремонта по БКД улицы Индустриальной. Сам по себе мост Цилковского, он завязан с ремонтом Октябрьской революции, еще один объект. И действительно, в 2021 году у нас улица Индустриальная, от моста как раз и до проходной комсомольской металлургического комбината, до самых металлургов, также у нас попадает в ремонт. Но дорога индустриально будет ремонтироваться без полного закрытия. Нам просто и физически невозможно будет сделать полностью закрыть, иначе мы парализуем движение на Тагилстрой в принципе и к металлургическому комбинату. Поэтому будет частичное закрытие. Конечно, с учетом коммуникации, которая находится под дорогой, где-то придется временно перекрывать. Но я думаю, эти окна будут как раз согласовываться в тот период, когда движение минимально будет в данном направлении. А так, вот как мы с вами видели, ремонт проходил по улице Серова, к примеру. То есть возможно и ремонтировать, и сохранять движение транспорта. Закончен сбор заявок на общественные территории на 2022 год. Какие территории заявили тагильчане? В 2022 год у нас заявилось несколько, я хочу сказать, очень крупных территорий. Это Пехтовые горы, вторая очередь. Знаете, что в 2021 году вместе с площадью танкостроителей начнется ремонт этой территории. Также Ленинградский проспект. Видели в каком состоянии у нас от площади Славы до площади танкостроителей. С учетом больших ремонтов теплотрассы. Сейчас временно восстановлено. Покрытие, асфальтирование. Гороэнерго НТ провела. Но чтобы эта улица была хорошей, красивой, комфортной, для того, чтобы жители Дзержинского района гуляли, здесь, конечно, нужен капитальный ремонт. Ну и также у нас в 2022 году капитальный ремонт самого Ленинградского проспекта. Поэтому комплексное решение по данной территории наверное будет целесообразным. Также парк культуры НТМК. Он тоже давно требует ремонта. И жители техпоселка, смычки, всей той стороны, они ждут, что у них появится тоже хорошее место, где можно гулять, освещенное, красивое, с новыми игровыми форумами, как и жители других территорий радуются реализованным проектом, в частности, в 2020 году. А когда будет объявлено рейтинговое голосование? Рейтинговое голосование мы должны будем провести к февралю. Далее мы будем направлять эту информацию уже в министерство ЖКХ. Еще один знаковый объект, который как-то подзавис у нас в городе, это манеж многофункциональный, который планировалось на вагонке начать, и уже давно, наверное, начать. Вроде говорили, что проект уже подготовлен был, прошел госэкспертизу на каком этапе. Главой города поставлена задача разместить конкурс на строительно-монтажные работы в ноябре месяце. Так что мы ожидаем, что все процедуры возможно уже при условии, что будет заявившийся на данный объект, то, возможно, пройдут уже до конца года. Мы ожидаем, что этот знаковый проект для Дзержинского района стартует уже в 2020 году. Еще один знаковый проект, который волею времени, это в связи с присвоением Нижнему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести» должна быть установлена стелла на привокзальной площади и вообще реконструирована в связи с этим улица Садовая. На какой стадии находится эта идея? Этот знак, который символизирует присвоение звания «Город трудовой доблести», он должен быть установлен в центральной части города. Тагильчане участвовали в вопросе, где все-таки установить этот знак, чтобы он был на виду, чтобы это было публичное и общественное место. Действительно выбрали привокзальную площадь. Я думаю, что жители опирались здесь на тот факт, что привокзальная площадь давно просится к преображению. Депутаты Нижнетагильской городской думы на прошедшем в октябре заседании приняли корректировку бюджета, в которой предусмотрено в том числе и предусмотрено средство на проектно-сметные работы. Опубликованное решение уже будет на этой неделе городской думы, и на следующей неделе мы сможем разместить конкурс на разработку проектно-сметной документации. При условии, что у нас будут заявившиеся на изготовление проекта, мы уже также в этом году сможем начать работы по подготовке проектно-сметной документации. И в тех заданиях написано, что мы к началу строительного сезона должны получить результат и уже зайти на сами строительные работы. Поэтому ожидаем, что победитель конкурса должен будет подготовить за полгода практически проект, согласованный с госэкспертизой. Еще один проект, проект за проектом, буквально приходится нам с вами обсуждать. Это Тегильская лагуна-2, которая тоже заявлена. Есть подтверждение от федеральных и областных органов власти о финансировании. Подтверждение есть. Данный проект также подлежит в настоящий момент к размещению на конкурс. И вот этот объект стоимостью полмиллиарда рублей начнем реализовывать уже в 2021 году. Это будет хорошим продолжением Тегильской набережной. Она будет более функциональна с точки зрения занятий для детей. Проект уже презентован. За ГТДЮ разные площадки, которые могут использовать дети в своем творчестве. Поэтому новое красивое место должно быть возведено и готово быть уже к нашему юбилею. Только земельных и дорожных работ предполагается в следующем году сделать. И у города-то хватит сил. Есть дорожные организации, помимо двух основных, которые помогут решить. У города есть желание, у жителей есть желание. Наши подрядные организации, вы называете основные, крупные. Есть достаточно серьезные компании, менее крупные, которые участвуют в проектах городских. Есть уверенность, что спланированная, грамотная, спланированная работа, она позволит получить ожидаемый результат. Поэтому уверены. Еще один проект, правда, конечно, не дорожный, не земельный, но готов проект реконструкции молодежного театра будет. Нет, он отремонтирован. Приведем в порядок. Это единственная муниципальная площадка на вагонке. Действительно, Дзержинскому району нужен такой центр культуры. Он, может быть, и как театр, как кружковая работа очень востребован в Дзержинском районе. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. Стоимость самих строительно-монтажных работ вместе с оборудованием порядка 312 миллионов рублей. Пока в бюджете следующего года средства на эти цели не предусмотрены. Но мы продолжаем работу сейчас уже с депутатами законодательного собрания, потому что правительство Свердловской области уже внесла проект бюджета в законодательное собрание Свердловской области до 30-го числа, то есть буквально в конце прошлой недели внесла. Начнут рассмотрения в профильных комитетах. Мы, безусловно, будем прорабатывать с депутатами законодательного собрания возможность дополнительных средств для реализации в том числе и вот этого молодежного театра. Такие у нас задачи. Коли, говорите, разговор перевели на деньги, есть нет понимания о том, каким будет бюджет города Нижний Тагил на следующий год? Какие-то параметры, предварительно цифры уже области довела, нет? Область пока на согласительных комиссиях учла ряд наших потребностей. То, что мы хотели бы, чтобы у нас в полномочиях было учтено. Переговоры ведутся у нас единственное еще по ряду объектов, в том числе и по городу трудовой доблести. Он выведен за рамки бюджетного процесса. Губернатор лично курирует этот вопрос. Два города в области получили такое высокое звание, поэтому будет решаться до принятия бюджета отдельно губернаторам. Но по результатам 2020 года мы видим, что рекордный бюджет и последняя корректировка нам добавила еще дополнительно областных средств. Мы рассчитываем, что следующий год будет не хуже 2020, хотя по прогнозам, с учетом тех ограничений, в которых мы сейчас работаем, конечно, год будет непростым. Благодарю вас за ответы о проектах развития Нижнего Тагила и о том, каким может быть проект бюджета на следующий год. Мы говорили с первым заместителем главы администрации города Вячеславом Горячкиным. Всего доброго. Смотрите Тагил ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова